Кикбоксер Кикбоксер В межсезонье проводим еще зимнюю аттестацию, там стрельба, ну и зимние виды спорта. Соответственно, нормативы у них, как говорится, только улучшаются. Ну и я думаю, что аттестацию пройдут все, так говорится, и подтвердят свои разряды спортивные и спортивную квалификацию. Спортсмены были распределены по возрастным группам от самых младших школьников до взрослых. В течение почти трех часов они соревновались на выносливость в комплексе упражнений, среди которых был бег, приседания, отжимания, подтягивания. Невыполнение определенных норм, по признанию тренеров, это повод задуматься над собственной подготовкой и спортивным режимом. Но откровенно провальных выступлений увидеть не удалось. Все-таки случайные люди на такие мероприятия как-то не заходят. Тем не менее, подготовленные спортсмены были весьма самокритичны. Доволен я очень приседаниями, вроде бы больше всех делал. Потом отжиманиями доволен. А недоволен это бегом на 30 метров и подтягиванием. Хорошо, молодцы ребята выступают. Спасибо, что такие соревнования проводят, сдачу нормативов. Можно посмотреть, отследить. Ежегодно вырос ребенок, либо чуть хуже стал заниматься, либо лучше. Надо такие мероприятия проводить. В содействии в проведении мероприятия оказала партия «Патриоты России», которая поддержку спортсменов относит к числу своих приоритетов. Мы пытаемся найти патриотические нотки в разных направлениях. Вообще, это мой родной стадион. Я в детстве здесь начинал играть в хоккей. И я считаю, что те патриотические чувства, патриотический настрой, он именно закладывается в детстве. И если сейчас заложить данный фундамент у подрастающего поколения, я думаю, из них в дальнейшем получатся настоящие патриоты нашего Амурского края и страны в целом. На сегодняшний день спортсмены федерации кикбоксинга Амурской области известны далеко за пределами Дальнего Востока. Трое вошли в резервный состав сборной России и имеют все шансы представить страну на чемпионате мира, который состоится в этом году в Ирландии.